Добрый день на телеканале НИК-ТВ. Время новостей в студии Светланы Королёвой и вот некоторые темы этого выпуска. Разворачивают производство. Ровно, по-моему. Учебный центр, столовая и завод двигателей «Фольксваген» демонстрируют уверенный взгляд в будущее. Это самые ранние стаи диагностики. С таким же прибором мы убили и в Севастополе. Несколько сотен обследованных, десятки консультаций. Обнинские медики завершили работу в Крыму. Перепись растительного населения и рейд по нелегалам. Сотрудники управления Россельхознадзора вышли на борьбу с неучтенными и некачественными саженцами. Теперь обо всем подробнее. Новый проект Калужского «Фольксвагена». Завод по производству двигателей должен заработать в мае следующего года. Строительную площадку будущего предприятия осмотрел глава региона. Также он оценил центр лакокрасочного производства и новую столовую. К экскурсии присоединилась наша съемочная группа. Лично испытать последнюю модель, узнать, как ее собирают и увидеть, чем кормят тех, кто собирает. Глава региона без дегустации, но с подробной экскурсией посещает новую заводскую столовую. В ней наслаждаться вкусом от первого до десерта могут одновременно более 600 человек. Вы можете любое блюдо себе собрать, кто захочет. Ну, так же, как и рабочие. Ну, вас легко кормить, вот эти фигуры берут. Открытие столовой связано с расширением предприятия. В планах у немецкого автогиганта запустить завод по производству двигателей. Основное строительство почти завершено. В следующем месяце начнется установка оборудования, а в конце лета появятся первые пробные прототипы. Мы уже приняли первые 100 сотрудников на работу. Нам очень важно обучить их правильно работать и выполнять все операции. Поэтому мы уже начали их обучение. Разминаются таким вот образом. Должно быть угол прямой вот здесь. И, соответственно, задать человек как можно скорее туда и обратно, если чем для пиодистов надо. В первую очередь это разминка для тех, кто собрался красить кузовные детали. Новый учебный центр лакокрасочного производства готовит к выходу на конвейер за 4 дня, максимально приближенных к реальности условиях. Он подходит, берет необходимые инструменты, которые ему нужны, необходимые материалы, укладывает их, подходит к машине, пристегивает и начинает отрабатывать свои навыки. Как закрепить заглушки, пока условная машина не достигла финишной черты, показывает Ирина Бачевская. Тренер производственного обучения раскрывает все тонкости полировки, устранения дефектов и покраски дверей, без самой краски. Раствор из воды и гелия – это безопасность и возможность многократно работать над ошибками. Процесс несложный и поначалу даже интересный, говорит тренер и призывает губернатора лично убедиться в этом. Открывшийся центр, столовая и будущий завод двигателей – все это, говорят руководители, наглядные гаранты того, что автомобильный гигант не собирается сворачивать производство. Вы видите, сколько мы инвестируем в этот завод, сколько создано рабочих мест, сколько сделано. Это все останется и в будущем. А из-за того, что курс евро так вырос, нам нужно будет локализировать производство в России. Это приведет только к увеличению рабочих мест. Наша задача, моя и моих коллег, создать еще более комфортные условия для всех наших инвесторов, российских, иностранных инвесторов, для предприятий малого бизнеса, среднего, чтобы все, кто хотел бы заниматься производством, даже не раздумывали о том, где это надо делать. Надо в Калужской области все это делать. Немецкий концерн такой выбор уже сделал. Новый завод будет выпускать 600 двигателей в день. Первое автомобильное сердце калужского производства забьется в мае следующего года. Татьяна Зимушна, Леон Ким, телекомпания НИК-ТВ. Специалисты Обнинского медицинского радиологического центра вернулись из Крыма. В рамках благотворительной акции «Солдатское сердце», организованной по инициативе руководства области, пятеро врачей проводили обследование местных жителей. О результатах трехдневной командировки Наталья Жилина. В Севастополе обнинские медики бок о бок трудились со специалистами Бакулевского центра. Пока Крым принадлежал Украине, онкобольных направляли на лечение в Харьков и Киев. Теперь, когда люди остались без медицинской поддержки, на помощь им поспешили российские врачи. Можно выявить различные образования до 2-3 миллиметров. Это самые ранние стадии диагностики. С такими же приборами были и в Севастополе. Обнинский медицинский радиологический центр специализируется на ранней диагностике онкологических заболеваний. Начинали еще в 80-х, после Чернобыльской аварии. Работали в Японии на Фукусиме. За это время обнинские медики приобрели огромный опыт по выявлению раковых образований. За три дня работы в Крыму обследовали более 300 человек. Если будет необходимость, я так думаю, что в ближайшее время такая необходимость еще будет, мы будем повторять подобные поездки. Может быть, в следующий раз это будет поездка не в Севастополь, а в Симферополь. На приеме у медиков побывало немало ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Севастополе. Добраться самостоятельно до врачей смогли не все – возраст. Так что часть консультаций обнинцы провели с выездом на дом. Многие ветераны, которые были на приеме, приходили жаловаться не на свои болячки, которых у них, в общем-то, хватает, а лишь для того, чтобы увидеть людей из России и передать привет той стране, в которой они жили и в которой они вновь, как мы знаем, снова живут. В ходе обследований подозрения на онкозаболевание выявили у 15 человек. В скором времени они должны приехать на лечение в Обнинск. Здесь же запланирован семинар для крымских врачей. Специалисты центра поделятся с ними новыми методиками лечения новообразований. Наталья Жилина, телекомпания НИКТВ. При содействии телекомпания «Крылья». Калужский оперативник отказался от взятки в 5 тысяч долларов США. Как уточнили в МВД области, деньги руководителю оперативной группы пытался дать гражданин Турции, который организовал подпольный цех по пошиву спортивной одежды известных марок. Незаконное производство оперативники обнаружили в Малой Рославце. Нелегалов работающих там доставили в отдел полиции. Однако, чтобы избежать проверки, один из них, представившийся старшим по цеху, пытался подкупить полицейского, причем дважды. Вторая попытка уже проходила под контролем спецслужб. Во время передачи денег гражданин Турции был задержан с поличным. По факту дачи взятки возбуждено уголовное дело. Рейд по нелегалам на сельскохозяйственной ярмарке управления Россельхознадзора проверило у продавцов документы на каждый саженец. Специалисты с началом дачного сезона перешли на усиленный режим работы. И даже для предпраздничной ярмарки не стали делать исключения. От куличей до смородины вне закона. Специально огородное расследование нашего корреспондента Андрея Степичева. Девочки, давайте очередь соблюдать. Вы не брали. Вы не брали. Продуктовый ажиотаж и то давно забытое слово дефицит здесь снова в ходу. Очередь за самым популярным товаром предпасхальной ярмарки выглядит как картинка из 90-х. Но жиздринские куличи того стоят. Соотношение цена-качество утверждают народные эксперты. Идеальное. И в этой борьбе за покупателя соседи из Калуги явно проигрывают. Куличи здесь только дегустируют. Покупают же напротив. Там, где гигантских размеров очередь. Явление странное только на первый взгляд. При изучении ценника все становится на свои места. Там 80 рублей. Здесь 159. Сбежать на час с работы, чтобы закупиться клубникой. Для садоводов и огородников сейчас самое ответственное время. И ради будущего урожая они готовы рискнуть и даже получить выговор от начальства. Плодовые, декоративные культуры. Значит, у вас протокол испытаний. Имеется голгородская область. Перепись растительного населения и рейд по нелегалам одновременно. Сотрудники управления Россельхознадзора выходят на борьбу с неучетными и потенциально больными саженцами. Все они должны иметь справки о здоровье. А те, кто приехал из других регионов, еще и санитарные сертификаты. Чужой заразы, говорят проверяющие, нам тут не надо. Может быть распространение дальнейшее карантинных объектов. Допустим, золотистые картофельные нематоды, ожог плодовых. В семенах сейчас в последнее время участилось наличие в маленьких пакетинерных семенах обнаружение амброзии полонолисной. Это больше уличные. Прилавок как одна большая клумба, но каждый ее обитатель со своим паспортом. Раиса Дмитриева в цветочном бизнесе уже больше пяти лет и говорит, что за все это время у нее с документами проблем никогда не было. Экспертизы важны, считает она, а те, кто их избегает, явно не чист на руку. Я вообще считаю, что как бы не в обиду сказано приезжим, но то, что многие здесь продаются, у нас это не растет. Зацветает, а потом погибает. По климату должно быть. Как может с Ростова прижиться в Калуге. Если у них нет, то вставляется протокол. Но это мы знаем. Протокол не проблема, штраф пожалуйста. Продавцы мер административного воздействия не боятся и торговля без сертификатов, несмотря на все проверки, явление массовое, говорят сами сотрудники Россельхознадзора. В прошлом году в области удалось выявить более 90 нарушителей, но все они из-за минимальных размеров штрафов снова продолжили торговать. Штраф на физическое лицо от 300 до 500 рублей. То есть это мизер, поэтому ежегодно столько нарушений. Также изъять из оборота имеем право, то что сорта не внесены в реестр, то есть должны быть изъяты из оборота и уничтожены. В ходе этого рейда ни один куст смородины, правда, так и не пострадал. Продавцов, у которых не было документов предупредили, те же обещали пройти все экспертизы. Ярмарка меж тем продолжила жить своей жизнью с небывалыми предпасхальными очередями и лучшей во всей округе свининой. На нашей ярмарке очень вкусная, добротная продукция. Органолептические свойства можно проверить не только глазно, но еще и понюхать. И могу отрезать, да, попробовать. Андрей Степичев, Андрей Бодрышев, телекомпания НИКА-ТВ. Успешный апрель. Воспитанники обеденской школы Ларисы Латыниной завоевали в этом месяце более 15 медалей на различных российских соревнованиях. О достижениях и планах восходящих звезд гимнастического помоста Валерия Кузнецова. Спортивная школа Ларисы Латыниной – это не просто школа Олимпийского резерва. Это еще и одна из лучших тренировочных баз страны. Благоприятные условия позволяют спортсменам не задерживаться с отличными результатами. В апреле гимнасты порадовали очередными комплектами наград. На прошедшем в Белгороде юбилейном турнире Светланы Хоркиной воспитанник школы Ларисы Латыниной Михаил Юрченко победил в многоборе по программе первого взрослого разряда. А пьедестал второго взрослого был полностью отдан в распоряжение обминских спортсменов – Евгения Кузнецова, Кирилла Гошкова и Владислава Хаида. Успеха многоборья программа «Максимум» не была завершена. Хорошо проявив себя и в личных видах, ребята заработали 13 медалей. Все призеры подопечны одного тренера – Дмитрия Парамонова. Тенденция такая, как мне кажется. С каждым годом появляются какие-то маленькие звездочки, если можно так сказать, звездей уже предыдущих. Уже интереснее, азартнее, огонек уже горит какой-то такой более интересный. Ну, дети очень интересные появляются. То есть растет, растет гимнастика и очень серьезно растет. Копилку медалей, привезенных с белгородского турнира, пополнила и Елена Литвинчук. Поступала она по программе первого взрослого разряда и заняла призовые места как в многоборье, так и в финальных соревнованиях на брусьях. А вот на бревне ей удалось выступить лучше всех своих соперниц. Но победа – это только шаг к дальнейшему развитию. Да, они сейчас подрастают, конечно. У них только начало карьеры, можно так сказать. И у нас сейчас скоро будут проводиться здесь, у нас дома соревнования в нашем зале. И потом мы планируем, конечно, выездные у нас соревнования. Не подвела еще одна надежда нашей области. Юрий Хлебников вернулся с первенства России с подтвержденным статусом кандидата в мастера спорта и бронзой финальных соревнований в упражнениях на коне. Как настоящий мужчина, он сдержанно рассказывает об успехах и планах на будущее. Ну, главное было все сделать свое, то, что умею. Тренер сказал, молодец, сказал, будем дальше работать. А у тебя самого есть желание работать дальше и улучшать свои результаты? Конечно, есть. И что бы ты хотел достигнуть? Я – олимпийских высот. Соревнования показывают не только сильные стороны спортсменов, но и обращают внимание на недочеты. А правильно сделанные выводы – это залог дальнейшего успеха. Юра немного перенервничал, потому что очень большая ответственность. В финал попали лучшие спортсмены России, многие члены сборной России. И вот, думаю, немножко психологический фактор повлиял на это. Юра сейчас растет. Мы больше делаем упор на физическую подготовку. Надо, чтобы для большинства элементов, надо ему немного окрепнуть побольше. Поэтому делается упор на физическую подготовку. И я вижу его в дальнейшем, что он запросто может конкурировать с членами сборной России в многоборе, именно в многоборе. Несмотря на приближающееся лето, об отдыхе задумываться не приходится. Ведь гимнастика, как говорит Алексей Матвеев, расслабляться не позволяет. Валерия Кузнецова, Александр Бурылкин, телекомпания НИКО-ТВ. Приглушенный звук и бархатистый тембр. Армянский дудок усладит сегодня слух зрителей программы «Пролив». Музыка уникального инструмента армянского народа, который отличается лиричностью, эмоциональностью и выразительностью, в 2005 году была признана шедевром всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В студии программы на дудуке будет играть заслуженный артист Армении Ашот Казарян. Начало программы, как всегда, в 20 часов. Следующий выпуск новостей на нашем канале в 19.30. У меня на этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин